Всем привет на канале Old Dutchman! Сегодня мы с вами продолжаем тематику мигрантов, нелегалов, беженцев из различных стран, в том числе из России. Да, сюда тоже люди бегут, не хотят воевать. Не только украинские люди не хотят воевать, но и русские тоже не хотят воевать. Так вот, сегодня я предоставлю вам возможность, как говорится, пораскинуть мозгами над следующей ситуацией. В прошлом году в городе Дебельн на автовокзале на улице Адовшмецерштрассе произошла вербальная перепалка между водителем автобуса и одним афганцем, афганским мигрантом, перешедшая в рукоприкладство. Сейчас, вот почти спустя год, идет суд и заслушиваются судьей обе стороны. Естественно, каждая сторона стоит на своем. Типа водитель был прав, афганец был не прав, афганец стоит на своем, говорит, что он был прав, водитель был не прав. В чем дело? В августе прошлого года в городе Дебельн на автовокзале в автобус, подошедший к остановке, хотел зайти вот этот вот 19-летний афганский мигрант, у которого статус терпимого до января 2026 года в Германии. Он хотел зайти в автобус вместе со своей подругой и ее маленькой дочкой. И тут случилось так, что он вступил в словесную перепалку с водителем, слово за слово, ты такой, ты сякой, а ты еще хуже, а ты вообще на это не похож. Вслед за этой вербальной перепалкой пошли руки. Афганец выхватил у ребенка детский зонтик и зонтиком отметелил водителя так, тот успевал только вовремя подставлять руки, чтобы не получать удары по лицу, отметелил так, что у того водителя на руках, на предплечьях остались потом синяки. Значит, водителю 62 года. Немножечко такое вот масенькое отступление. Если ты ведешь сидячий образ жизни, фактически не занимаешься спортом, вот как вот этот вот водитель, тем более ты находишься уже на седьмом десятке. И спорт знаешь только по телевизору, когда нужно поорать за какую-то футбольную команду. Естественно, мышцы начинают атрофироваться. И если, к примеру, какой-то здоровый молодой человек получит удар, пускай даже кулаком в бок или в плечо, у него не будет таких последствий, таких синяков, как у 60- или 70-летнего человека. Это так, к слову. Теперь вам к этому же случаю, что послужило причиной начала вот этой вербальной, в первую очередь, атаки. Там по всему городу, как во многих городах Германии, идут глобальные стройки, там расковыряют дорогу, что-то прокладывают трубы, тут расковыряют дорогу, прокладывают кабель и так далее. И, естественно, некоторые автобусы идут с опозданием по своему графику. И этот автобус пришел на пять минут с опозданием на эту остановку автобусную. И как говорит водитель, он, опаздывая по своему графику, подъехал к этой остановке, открыл двери, люди начали входить. И тут вот этот вот афганец что-то замешкался, был медлительным. Длительным водитель ему сказал, мол, давай пошевеливайся своими ногами, не видишь, что я опаздываю. Ну, афганец сказал ему, закрой рот, не видишь, что здесь ребенок идет. Слово за словом. В общем, афганец, можно сказать, с его стороны в какой-то степени прав. Он же не будет толкать ребенка, чтобы ребенок, не дай бог, упал на лестнице автобусной или свалился под автобус. Он ждет, когда ребенок поднимется, помогая ему подняться. Водитель автобуса начал его обзывать, начал требовать с этого афганца и его подруги с ребенком освободить автобус, уйти, чтобы не задерживать движение. Афганец сказал, я не собираюсь выходить из этого автобуса, я оплатил проезд на автобусе, вот у меня действующий билет. Поэтому ты обязан меня везти. Ну и потом пошло, значит, до того, что водитель встал со своего места, решил выдворить этого афганца, выдворить эту женщину с ребенком. Афганец встал на защиту своей женщины, на защиту ребенка и, естественно, распустил руки. Как вы считаете, кто из этих двух прав? Водитель, который шел с опозданием своего графика, или афганец, который попытался защитить не только себя, отстоять свои элементарные базовые человеческие права, отстоять, защитить своего ребенка, свою женщину, на которую водитель автобуса начал кричать, выметайся, отсюда я тебя везти не собираюсь. Маленькое опять отступление на этого афганца было за три года заведено очень много административно-уголовных дел за нарушение правопорядка, за различные драки, за распускание рук и так далее. У него нет действующего статуса беженца, как я сказал это в начале, у него статус терпимого до января 2026 года. Но сейчас идет суд, и здесь не рассматривается попытка со стороны афганца как-то задержаться в Германии, получить, допустим, срок в тюрьме, для того, чтобы пожить тут еще несколько лет, а там, глядишь, можно и на гражданство подавать. Ведь многие же так делают, сирийцы, тунисцы, афганцы, многие так делают. Некоторые перегибают палку, бегая по улице с ножом и пытаясь поранить людей, чтобы уж наверняка, если сесть в тюрьму, так чтобы уж наверняка, чтобы не выдворили, чтобы дали срок. Вот вам момент, над которым я хотел бы, чтобы вы подумали, кто в этой ситуации прав. Не будем сейчас говорить афганец или немец, или там этот молодой, этот старый, просто по ситуации. Как бы вы поступили на месте, окажись вы на месте этого водителя, видя, что в автобус хочет зайти маленький ребенок, которому помогают, скажем, родители зайти в автобус. И как бы вы поступили на месте вот этого вот человека, который защищал своего ребенка от нападок раздраженного водителя автобуса. Вот такой у меня к вам вопрос. Можете писать свои ответы, можете писать свои точки зрения, высказывать свои мнения, но, пожалуйста, не переходите на личности друг с другом, не обзывайте, не унижайте никого, потому что это ниже человеческого достоинства в первую очередь. А во вторую очередь, это может лишить вас возможности вообще оставлять комментарии под какими-либо видео на этом канале. Далее, я вот сейчас, теперь две абсолютно коротких темы. На Украине вот уже целую неделю ввели запрет на выезд лиц с двойным гражданством. То есть граждане Украины, имеющие также немецкое гражданство, но находящиеся по каким-либо причинам сейчас там, у себя на родине, может быть, приехали посетить родственников, или ехали какие-то деловые поездки устраивали, неважно. Они сейчас не имеют права выезжать из Украины, так как они по закону являются гражданами Украины. А если там, ну, у них на родине военные положения, и страна находится в состоянии военного конфликта с соседом, все граждане призывного возраста от 18 до 60 лет обязаны быть готовыми отправиться на фронт. Об этом написали в немецких средствах массовой информации, и очень многие граждане, немцы, по гражданству, выходцы из Украины, имеющие двойное гражданство, находящиеся сейчас там, у себя на родине, поставлены перед дилеммой. То есть выехать они уже сейчас не могут. И немецкое государство по факту сделать тоже ничего не может по одной простой причине. Когда принимаешь гражданство, тебе говорят, что ты обязан отказаться от своего старого гражданства. Ты едешь в посольство, будь то молдавское, украинское, российское, ты едешь в это посольство, отказываешься от гражданства, получаешь соответствующие бумаги, предоставляешь... Это в течение года длится вот эта вот долиматья. Предоставляешь все эти бумаги соответствующим немецким органам, и на основании всех экзаменов, и так далее, и так далее, ты потом получаешь немецкое гражданство. Но после получения немецкого гражданства, ты имеешь право вновь вернуться, допустим, в российское посольство, белорусское, украинское, молдавское, киргизское, и восстановить свое утраченное гражданство. Так делают очень многие люди. И те, кто восстановил свое украинское гражданство, и в данный момент находятся там у себя на родине, увы, как говорят немцы, то есть потерпели неудачу. Многих из них не выпустят оттуда, естественно, их не выпустят с пустыми руками. Но если они подмажут таможни, минимум по 10 тысяч евро на лапу, то тогда их выпустят. Это открыто, это я вам говорю открыто, потому что даже вот эти господа из ТЦК, которые отлавливают людей на улицах, для того, чтобы отправить их на фронт, за каждого отловленного и приведенного человека получают 8 тысяч гривен. Это мне вчера сказал один житель Запорожья, я с ним разговаривал, он мне показывал свои вот эти вот видео, там, где летят русские ракеты, бомбят все это, разрывается, и вот он говорил, ТЦК рассказывал, как они зарабатывают, и почему они так рьяно кидаются ловить людей, чтобы отправлять их на фронт. Вот такая вот вещь. Ну и последняя, самая последняя темочка. Я тут несколько дней назад, в одном из видео я уже упоминал, сейчас опять, некто Жека из Лихтенштейна начал мне угрожать тем, что он займется мной через спецполицию, за то, что я разжигаю межнациональную рознь вот этими вот видео, вот этими высказываниями, видеовыпусками, допустим, о мигрантах из Афганистана, или из Туниса, или из Сирии, или украинские беженцы, мол, типа, я говорю неправду, что все эти украинцы здесь не работают. Я не говорил, что они все не работают. Я говорил, что 120 тысяч или 112 тысяч работают. 400 тысяч – это беженцы, которые мало мужчин. Старики, больные, дети – эти не работают, потому что им по закону разрешается не работать. А 600 тысяч украинцев не хотят работать. И я, ссылаясь на слова политика Александра Добринда от партии ХСС, его словами сказал, то, что он тогда сказал по-немецки, я сказал это вам по-русски, что политик этот потребовал от государства, вот этих вот граждан, которые отказываются работать, находясь здесь уже кто по два года, кто по полтора, кто подольше, отправлять их обратно на родину, потому что родина нуждается в сильных людях, которые готовы отправиться на фронт и защищать свою родину. А здесь, как сказал Александр Добрин, политик от партии ХСС, такие дармоеды не нужны, и, естественно, его предложение было парламентом отклонено. И, наверное, вот этот вот Жека или Женечка, или как его там зовут, я не знаю, посчитал, что я вот этими словами вызываю межнациональную рознь, и он мне пригрозил тем, что он на меня заявит в спецполицию. Я уже упоминал, и сейчас скажу, что спецполиция, такого нет. Есть вот для этих, там, прибалтики и так далее, полиция нравов, для гомосеков, лесбиянок, кто им даст по морге, тот сразу направляется в эту полицию нравов. Если этот Женечка думал, что в полицию нравов на меня заявить, так ты со своей ориентацией сначала разберись, а потом уже пытайся заявить на кого-то в спецполицию или в полицию нравов. А если ты пытаешься заявить на меня за то, что я перевел, перевел слова немецкого политика на русский, ну так флаг тебе в руки, транспарант на шею, и да возглавишь ты колом идущих патриотов на фронт. Извините, у меня по-другому вот так вот не высказаться. Если этот человек, он патриот Украины, то почему он живет здесь? Иди на фронт. А если ты сочувствуешь, сочувствуй молча. Ему уже сказали так, вот несколько дней назад, ему уже так сказали, потом кто-то ему сказал, что ты врешь, что ты врач. Ты не можешь здесь работать врачом. Если ты беженец из Украины, ты для того, чтобы в Германии или в том же самом Лихтенштейне или Лихтенштейне или Люксембурге устроиться врачом, нужно как минимум отучиться, как минимум пять лет пройти переквалификацию. И только потом тебе дадут право на несколько лет бесплатной практики и потом на подтверждение твоих бумаг. Так что, Женечка, облажался ты. Облажался. Вот такие вот дела. Почему я его сейчас упомянул? Потому что тут получилось так, что некоторое время назад я отправил нескольких рьяных таких лжепатриотов в бан и видно, там был один или два, я не знаю, не знаю, сколько их там было. Может быть, под одним, один человек сидел на нескольких аккаунтах, фиг их знает. и вдруг появился адвокат, который начал предъявлять мне претензии, на каком основании я отправил такого-то, такого-то в бан. Я обязан восстановить этих людей в правах, чтобы они тоже могли писать комментарии на канале. Если же я не восстановлю этих людей в правах, то он передаст дело в соответствующие прокурорные, как он сказал, органы. Вы знаете, я так подумал, подумал с модераторами, посовещался, редактора спросил, и мне сказали, что, наверное, его надо отправить в ту же палату номер 6, к тем же прокурорам, где они сидят, пусть этот адвокат вместе с ними там общается. Ну, адвоката я этого отправил тоже в бан. Вот. Так что мир полон иллюзий, жизнь эфемерна, спешите делать добро, умейте говорить правду в глаза, какая бы она ни была, и старайтесь быть честными до конца. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий, ну и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий у нас на канале. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok